Продолжение следует... Вплоть до конца XIX века атомы считались неделимыми кирпичками материи. Но в конце XIX-начале XX века учеными было установлено сложное строение атомов и раскрыта структура ядер. Открыты новые частицы – электроны, фотоны, протоны и нейтроны, которые определяют свойства атомов и ядер и их взаимодействия. Уже именно они, а не атомы, явились простейшими неделимыми частицами. Их нужно было считать кирпичиками мироздания. В 1932 году была открыта новая частица и первая античастица – позитрон. Хотя еще в 1928 году английский физик Поль Дирак, исходя из разработанной им релятивистской теории движения электрона, предсказал, что должен существовать двойник электрона, имеющий положительный заряд. Позитрон явился первой обнаруженной античастицей. В 1955 году был открыт антипротон, а в 1956 году – антинейтрон. В этом же году была открыта еще одна новая частица – нейтрина. Существование позитрона, предсказанного Польем Дираком, в 1932 году доказал американский физик Карл Андерсон, исследуя космические лучи. При столкновении медленно движущихся электрона и позитрона они аннигилируют и возникают обычно два фотона. Образование при аннигиляции именно двух, редко трех, фотонов является следствием закона сохранения импульса и энергии. Возможен и обратный процесс рождения электронно-позитронной пары в поле ядра за счет энергии фотона. Схематическое изображение такого процесса показано на рисунке. Вы видите рождение пары электрон-позитрон в свинцовой пластинке, которая облучается гамма-квантами. Вскоре был сформулирован принцип зарядового сопряжения. Каждая заряженная частица имеет античастицу. Этот принцип распространяется на нейтральные частицы – нейтрон и нейтрина. Следовательно, фактически половину всех элементарных частиц составляют античастицы. В том же 1932 году при исследовании бета-распада была открыта еще одна новая частица – нейтрина. Ученым при исследовании особенностей бета-распада, а также свойств нейтрина, антинейтрина, впервые пришлось иметь дело с еще одним видом фундаментального взаимодействия – слабым взаимодействием. Оно проявляется при взаимопревращениях элементарных частиц. Для характеристики слабых взаимодействий вводится квантовое число – лептонный заряд, обозначаемый латинской буквой L. Необходимость введения лептонного заряда обусловлена тем, что до сих пор не обнаружено ни одного явления, в котором не выполняется закон сохранения лептонного заряда. Сумма лептонных зарядов до и после взаимодействия сохраняется. Лептонный заряд представляет собой безразмерное целое число. У всех лептонов, частиц и античастиц, L равно плюс-минус единица, а у частиц, не являющихся лептонами, например, нуклонов, L равно нулю. Нейтрина, так же как и электрон, относят к классу лептонов. Из закона сохранения лептонного заряда для уравнения реакции распада нейтрона следует, что лептонный заряд нейтрина в данной реакции отрицателен. Следовательно, как вытекает из определения лептонов, в процессе бета-распада ядра рождается не нейтрина, а антинейтрина. Свободный протон, в отличие от нейтрона, стабилен. Однако в ядре становится возможным бета-превращение протона в нейтрон с испусканием позитрона и нейтрина. Таким образом, при электронном распаде возникает антинейтрина. При позитронном распаде – нейтрина. Это обусловлено фундаментальным законом сохранения лептонного заряда. Что же понимают в настоящее время под элементарной частицей? Элементарными называют частицы, которые на современном уровне развития физики можно считать первичными неразложимыми далее частицами, и из них построена вся материя. Неделимость элементарных частиц не означает, что у них отсутствует внутренняя структура. Общими характеристиками всех элементарных частиц являются масса, среднее время жизни, электрический заряд и спин. Различие в массах частиц получило отражение в названиях типов частиц. Лептоны, легкие, мезоны, средние, барионы, тяжелые. Однако в дальнейшем оказалось, что такая классификация не отражает всех свойств элементарных частиц. Электрические заряды элементарных частиц являются кратными в величине элементарного электрического заряда. Электрический заряд частиц в ядерной физике принято также выражать не в кулонах, а в виде целого числа, показывающего, сколько элементарных зарядов составляет заряд данной частицы. Поэтому для протона заряд равен плюс единице, для электрона минус единица, а для атомного ядра – Z. Спин элементарных частиц является целым или полуцелым кратным постоянной планка. В 50-х годах XX века было обнаружено, что в ядерных реакциях могут рождаться новые виды частиц, если бомбардирующая частица обладает достаточной энергией. Общее число элементарных частиц с античастицами около 500, а их количество увеличивается с каждым годом. Из них 30 относительно стабильные, со средним временем жизни не менее 10-17 степени секунды, и более 400 – короткоживущие, со средним временем жизни 10-23 степени секунды. Время жизни зависит от природы взаимодействия. В зависимости от времени жизни элементарные частицы делятся на стабильные, квазистабильные и нестабильные – резонансы. Если распад обусловлен сильным взаимодействием, то среднее время жизни частицы оказывается очень малым – 10-22, 10-24 степени секунды. И исторически они были названы нестабильными – резонансами. При распаде обусловленным слабым взаимодействием среднее время жизни частиц – 10-10 степени секунды. При электромагнитном взаимодействии – 10-16, 10-19 степени секунды. Такие частицы называются квазистабильными. Стабильными в пределах тошности современных измерений являются электрон, протон, фотон и нейтрино. Изучением их свойств и взаимодействий занимаются в разделе физики, называемом физикой элементарных частиц. Физика – наука о природе. Однако в каждом ее разделе подробно рассматриваются физические явления только с одной стороны, выделяя те или иные свойства материи по определенному признаку. Познание законов природы исторически также шло в основном на базе того или иного физического подхода. По мере накопления знаний человечество стремилось соединить все разрозненные факты и законы в рамках общей, обобщенной, научной картины мира. Первая механическая картина мира была основана на классической механике Исаака Ньютона. В основе построения этой картины мира лежало объяснение причин и установление закономерностей механического движения небесных тел, а также макро- и мегасистем – Земля, Луна, Солнце, Солнечная система, Галактика. В качестве первопричины механического движения рассматривалось гравитационное взаимодействие между телами. Важнейшую роль играют принципы инерции и относительности, введенные в механику Галилео Галилеем. На основе механической картины мира в 18-19 столетиях была разработана земная, небесная и молекулярная механика. Однако в то же время в физике накапливалось значительное количество экспериментальных данных, противоречащих идеям атомизма – дискретности строения вещества, которые лежали в ее фундаменте. Изучение электрических и магнитных взаимодействий существенно изменило представление о материи и привело к появлению электромагнитной картины мира. В ее основе лежали представления о мире, в котором все явления описываются с помощью сил – гравитационных и электромагнитных. Основной вклад в создание электродинамики внесли Шарль Кулон. Электростатические взаимодействия. Алессандра Вольта. Источник постоянного тока. Андре-Мари Ампер. Магнитные поля и токи. Майкл Фарадей. Электромагнитная индукция. Джеймс Максвелл. Теория электромагнетизма. Генри Герц. Открытие электромагнитных волн. Генрих Лоренц. Классическая электронная теория строения вещества. Фактическим завершением формирования электромагнитной картины мира стала специальная теория относительности Альберта Эйнштейна. Однако на рубеже XIX-XX веков обнаружился ряд теоретических проблем и экспериментальных фактов, которые не находили объяснения в рамках электромагнитной картины мира. Радиоактивность. Тепловое излучение. Атомные спектры. Устойчивость атомов. Первые радикальные шаги в создании квантово-полевой картины мира были сделаны в начале XX века. Квантование излучения в процессах испускания, поглощения и распространения. Макс Планк. Альберт Эйнштейн. Стационарное состояние электронов в атоме. Нильс Бор. Совершенно фантастическая для своего времени идея корпускулярно-волнового дуализма Луи де Бройля. И, наконец, создание квантовой механики Шрёдингер, Гейзенберг, Дирак, Паули. Изучение строения атомного ядра Резерфорд, Пьер Кюри и Мария Складовская-Кюри Джеймс Чедвик привело к становлению физики атомного ядра элементарных частиц. Были открыты принципиально новые типы взаимодействий, свойственные только микромиру субатомных частиц. Сильная и слабая. Энергия ядерных реакций была поставлена на службу людям. Особенностью современной физической картины мира является её вероятностный характер, который выражается в виде статистических законов, изучаемых в рамках статистической физики. Здесь, в отличие от механистической картины мира, нет жёсткой определённости будущего. Здесь случайность событий выступает как объективное свойство материи. В современной физике основным материальным объектом является квантовое поле, переход которого из одного состояния в другое приводит к появлению частиц. Отметим две закономерности, присущие развитию физики как таковой. Первая выражена принципом соответствия. Частные теории, справедливость которых экспериментально подтверждена. С появлением более общих теорий сохраняют своё значение как частный или предельный случай. Вторая закономерность – интеграция или взаимопроникновение разделов физики. Например, развитие физики элементарных частиц и её слияние с астрономией привели к появлению астрофизики, занимающейся закономерностями эволюции звёзд и Вселенной. Несмотря на удивительное разнообразие взаимодействий объектов в окружающем нас мире, частиц, тел, галактик, в природе, по современным данным, присутствуют лишь четыре типа фундаментальных взаимодействий. Они различаются по интенсивности и радиусу действия. Именно эти фундаментальные взаимодействия и являются главными в построении современной физической картины мира. Самое слабое из взаимодействий – гравитационное взаимодействие. Оно примерно в 1038 степени раз слабее ядерного. Это взаимодействие описывается законом всемирного тяготения, который был открыт Ньютоном в 1687 году. Гравитационные силы действуют между любыми телами, в том числе и между элементарными частицами. Однако решающую роль они играют лишь астрономических объектов, имеющих колоссальные массы. В электромагнитном взаимодействии участвуют любые электрически зараженные частицы и тела, а его переносчиком, квантом электромагнитного поля, являются фотоны. Электромагнитные силы обеспечивают возможность стабильного существования атомов. Молекул определяют механические свойства твердых тел, жидкостей и газов. Хильное взаимодействие проявляется при взаимодействиях нуклонов внутри ядра, адронов. В отличие от гравитационного электромагнитного взаимодействий, которое можно отнести к дальнодействующим, то есть действующих на расстояниях, характерных для макромира, сильное взаимодействие является короткодействующим, так как оно проявляется на расстояниях не более размеров ядра 10 в минус 15 степени метра. Согласно современным представлениям, сильное взаимодействие переносится квантами нового типа, глюонами, которые, подобно фотонам, являются безмассовыми частицами. В слабом взаимодействии участвуют любые элементарные частицы, кроме фотонов. Радиус действия слабых сил определяется характерным размером элементарных частиц 10 в минус 18 степени метра. Это взаимодействие сильнее гравитационного, но осуществляется посредством обмена достаточно массивными частицами, бозонами, массы которых составляют около 80 масс протона. Бозоны были экспериментально открыты в 1983 году. Все многообразие окружающих нас взаимодействий, согласно современной квантово-полевой картине мира, сводится к взаимодействию двух групп квантовых объектов, первую из которых составляют участники фундаментальных взаимодействий, а вторую – их переносчики. В настоящее время актуальной является проблема объединения различных типов фундаментальных взаимодействий в рамках одной теории. Обнадеживающим успехом на этом пути стало объединение электромагнитного и слабого взаимодействия в единое электрослабое взаимодействие. На повестке дня – построение теории большого объединения, включающую в себя электромагнитное, слабое и сильное взаимодействие. Еще более грандиозна идея объединения всех четырех фундаментальных взаимодействий, включая гравитацию, в рамках теории суперобъединения. Эта теория может быть создана на основе новейшей физической теории суперструн, разработанной американскими физиками Майклом Грином и Джоном Шварцем, объединяющей все фундаментальные взаимодействия при сверхвысоких энергиях. А сейчас перейдем к вопросам для самоконтроля. Какая античастица была открыта первой? В чем заключается принцип зарядового сопряжения? Какие частицы называются элементарными? Какие частицы являются стабильными? Какие характеристики являются общими для всех элементарных частиц? Что понимают под научной картиной мира? Что понимают под научной картиной мира? Что называют механической картиной мира? На чем она базируется? Перечислите основные понятия и законы электромагнитной картины мира. Какие научные открытия положены в основу квантово-полевой картины мира? Что является основным материальным объектом в современной физической картине мира? В чем заключается сущность теории большого объединения? «Суперобъединения» Более подробно изучить данную теорию вы можете по материалам параграфов 44 и 45 пособия по физике для 11 класса.